Здравствуйте, господа! Данный гайд будет посвящен тайникам локации Маяк. Если я помогу вам данным роликом, огромная просьба подписаться на канал. Показывать тайники я начну со стороны выхода дорога на юге. Иногда я буду задействовать карту. Для тех, кто плохо ориентируется на локации Маяк или не знает где выходы, я сделал отдельное видео подсказка в правом верхнем углу. Там, используя карту, я показываю, где какой выход находится и как к нему добраться. Итак, первый будет находиться в районе выхода дорога на юге. Вам нужно, не доходя до стройки, найти вот такой красный трактор, который стоит на дороге, и от него спуститься на обочину. Здесь, под этими деревьями, находится схрон. После чего я предлагаю вам идти либо по дороге, либо по берегу. По берегу будет безопасней. Бежим с вами по берегу, пока не найдем вот такую полуразбитую машину. Рядом с ней будет вот такой островок, за тем камнем находится схрон. С этого островка двигаемся влево в сторону маяка. Под вот этой скалой находится еще один тайник. Рядом находится дорога, ведущая на маяк. Также ориентиром может являться вон та высокая гора. Это поворот на южную дорогу. Теперь нам надо подняться на ту скалу, где находятся деревья. Это сделать можно как по правой стороне, так и по левой. Поднявшись к самым высоким деревьям горы, нам нужна вот эта вот елка и второй от нее куст. За ним находится еще один схрон. С этого места мы побежим на извилистую дорогу, где найдем еще три тайника. Первый тайник будет находиться недалеко от выхода в боковой туннель. Справа будет находиться разбитый вертолет. Внизу будет находиться извилистая дорога. А нам нужно вниз. Здесь, под скалой, находится тот самый схрон. Он находится буквально на повороте. Справа от елки вон в той расщелине. Нам нужно подняться по этой дороге вверх и пройти несколько поворотов. Первый поворот мы прошли. Второй поворот там. Это третий поворот. После третьего поворота вы найдете вот такой вот джип. Нам нужно добежать до него и повернуть на 90 градусов направо. Добежали. Поворачиваем направо. За вот этим камнем находится схрон. Теперь с этого места нам нужно спуститься к самому началу извилистой дороги. Где-то в этом месте есть тайник. Если вы знаете точно его местороположение, пишите в комментарии. А мы отсюда отправляемся к следующему тайнику. Нам нужно немного вернуться назад к боковому туннелю и пройти к дебаркадеру. Там же находится выход за дикого. Вот боковой туннель. Спрыгиваем с дороги. Здесь под дебаркадером между камней находится еще один схрон. Теперь далее бежим вдоль дороги, но по берегу. Нам нужно забраться на гору, которая будет напротив особняка. Забравшись на нее, видим особняк и напротив него, на горе, где сосны, находится еще один тайник. Также ориентиром может являться камаз, находящийся внизу на дороге. Далее нам нужно переместиться вон за тот левый особняк к выходу, переход на локацию берег. В том районе будет находиться три тайника. Давайте попробуем их найти. Заходим за особняк. Там у нас находится выход за ЧВК, переход через перевал, где нужен ледоруб. А мы поворачиваем влево и бежим. Появляемся над деревней. Спускаемся вниз. Идем мимо домов. Находим полицейскую машину. Полицейская машина находится на таком обрыве. Мы с него спускаемся. Там находятся выходы, переход на локацию берег. Мы проходим речку. Поднимаемся наверх, пока справа не появится вот такой бетонный забор. Идем вдоль камней. И за вот этим кустом находится еще один схрон. Если вы смотрите на этот тайник, переваливаем через камни и бежим прямо. Пробегаем такой большой булыжник. И уперевшись в камни, под кустом находим еще один схрон. Другая часть тайников будет находиться уже в северной части карты. Давайте посмотрим, где они находятся. Первый тайник в северной части карты маяка находится недалеко от респавна ЧВК. Вы появитесь около такого вот озера. В той стороне находится резерв. Разворачиваясь от воды, вы должны обнаружить вот такие вот елки. Под ними будут камни. Пройдя камням, между деревьев вы найдете схрон. Теперь с этого места спускаемся вниз к водоканалу. Мы должны выбежать к зданию под номером 3. Здесь под такой огромной трубой находится схрон. С этого места заходим на территорию водоканала. Справа у нас будет наревняк, который нужен по квесту энергетический кризис. Если я его уже выполнил, подсказка будет в правом верхнем углу. А мы поворачиваем налево. Бежим вон до того здания. По карте вот в этом месте, где забор должен быть тайник. Я его там не обнаружил. Если вы знаете, пишите в комментарии. От этого здания мы бежим в обратную сторону. К выходу за дикого укрытие в гроте. Вон там у нас находится южная часть. Здесь база отступников, он же водоканал. А вон там находится укрытие в гроте. Справа от него должен быть схрон. Нам нужно пойти вправо от машины, вон к той группе деревьев. И вот здесь под скалами будет находиться еще один схрон. Далее мы пойдем по берегу вдоль дороги, которая ведет к северному блокпосту. От этих труб поворачиваемся на 90 градусов. Идем вот в этот лесок. И около этого куста и дерева находится схрон. Далее отсюда бежим на угол здания железнодорожного терминала. Вот угол здания железнодорожного терминала. Там северный блокпост. Мы поворачиваемся налево, смотрим по две сосны в конце камня. И вот здесь находится еще один схрон. Отсюда бежим на территорию железнодорожного терминала в самый дальний угол. Пробегаем перрон, куда приходит бронепоезд. И вдоль колючей проволоки бежим в угол. Здесь в углу находятся цистерны по квесту энергетический кризис. Подсказка в правом верхнем углу. И повернувшись от него, слева от этого вагончика, в кустах находится последний схрон. Ну что ж, господа, на этом все. Если я вам помог, огромная просьба подписаться. Ну и по тем двум тайникам, которые остались с загадкой, которые я не нашел. Запишу отдельное видео, если вы мне подскажете. Ну а на этом все. Всем всего доброго и до скорых гайдов. Продолжение следует...